В Казларде состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию проживанию корейцев в Казахстане. Поздравить корейскую диаспору прибыли дип-представители, руководители Ассоциации Корейцев Казахстана и партнеры. Мероприятие открылось фотовыставкой журналиста Кореи Ким Джинсока. Фотокорреспондент много путешествует по миру. В его объектив попадают люди разных стран и континентов с искренними эмоциями. Среди них есть и казлардинцы. Еще один большой сюрприз. Девушки в корейских национальных костюмах вручали гостям брендированные подарки предстоящих Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчане в 2018 году. Ваше имя и пару пожеланий. Держите. Немного об истории этой даты. Начиналась она трагически. В 1937 году по секретному постановлению Кремля началась насильственная депортация корейского этноса с Дальнего Востока в Казахстан. Эшелонами было доставлено свыше 20 тысяч семей. В тот непростой для корейцев период казахи приютили и согрели. В свою очередь, корейская диаспора с первых действий искала уважение своим мужеством, терпением и огромным трудолюбим. Потомственные земледельцы, они несли огромную лепту в развитии сельского хозяйства. 28 корейцев стали героями труда. Я хотел бы поблагодарить казахский народ за то, что тепло и с радушием приютили корейцев. Сегодня корейцев в Казахстане насчитывается 100 тысяч. Из них в Казахстане проживает около 7 тысяч. Правительство Кореи в лице Генерального консульства оказывает поддержку Ассоциации корейцев. 80 лет, в течение которых корейцы живут на благодатной казахской земле, это не просто череда событий. Это совместно прожитая жизнь, общая история, это духовное, культурное единение наших народов. Казахстанские корейцы вместе со всем народом принимали участие и участвуют в развитии родной страны. Казахстане продолжают вносить свой посильный вклад в процветание независимого государства. Продолжился вечер большой концертной программы. Самым захватывающим было представление с корейскими барабанами Сальмонори. Из поколения в поколение они передают благодарность казахской земле, которая помогла им выжить, сохранить свой язык, культуру, обычай, традиции. Они благодарны за уважение к памяти своих национальных героев Хон Бомдо, Гебон У, Цаиден Хака и других ярких представителей диаспоры. Здесь они обрели вторую родину и за прошедшие годы стали неделимой частью народа Казахстана.